1 сентября в учебные заведения Лобинского района придут более 10 тысяч учащихся. Одна из основных задач на сегодня – обеспечить безопасность школьникам и студентам в День знаний и в любой другой день в течение учебного года. На совещании собрались представители правоохранительных служб, педагоги, казаки. Об охране учебных заведений отчитался начальник управления образования Сергей Клименко. Силами вахтёров и сторожей обеспечена охрана образовательных учреждений. 28 августа проведены инструктажи руководителей образовательных учреждений по вопросам обеспечения антитеррористической защищённости образовательных учреждений. Проведены комплексные обследования объектов образования, чердачные помещения, подвальные помещения, гаражи, мастерские и иные помещения, которые расположены на территории наших образовательных учреждений. К 1 сентября все учебные заведения проинспектировала специальная комиссия. По заключению правоохранительных органов проверку не прошли имеющиеся в нескольких сельских школах тревожные кнопки. В ближайшее время оборудование необходимо заменить. Для обеспечения безопасности учащихся 1 сентября привлекаются не только полицейские, но и представители казачьих обществ. Все учебные заведения плюс техникумы, а именно лобинский техникум, медицинский техникум, медицинский колледж, профессиональные училища, все будут взяты на фаз физическую охрану. А именно на каждое учебное заведение будет выделено где-то от 7 до 8 сотрудников отдела внутренних дел. Из них 2 сотрудника, которые будут отвечать за безопасность дорожного движения. Это подъезд, отъезд к учебному заведению. Если у нас не вызывает тревога, что касается городских учебных заведений, то, Александр Александрович, вызывает тревогу, а именно район. Потому что у нас на район остается где-то 1-2 сотрудника органов внутренних дел. Нам выделили 20 казаков. Всех 20 казаков, которые это казачья милиция, мы всех их расставили по учебному заведению. Мы расставляли их согласно принципу, кто живет по месту жительства, чтобы человек не ездил. Потому что если он проживает в Вознесенке, и в Вознесенке тоже много учебных заведений. Но нам не хватает. Мы бы хотели попросить, потому что я знаю, что казачье общество большое. Помимо тех, которые штатных сотрудников казачьего общества, попросить еще казаков, чтобы выделить на учебные заведения именно на район. В рамках антитеррористических мероприятий большое внимание уделено санитарному состоянию территории учебных заведений. Нельзя упустить ни одной мелочи, отметил глава района Александр Садчиков. Ведь даже небольшая окладка мусора, оставленная вблизи школы или СУЗа, не только портит внешний вид, но и может быть потенциально опасной. Вы знаете, что влечет за собой вот такая небрежность. Под любой кучей мусора будет все, что угодно. Поэтому отнеситесь к этому вопросу очень и очень серьезно. Я прошу вас, вот здесь основной состав директорский, не видеть нигде мелочи. Особенно во всех вопросах, касающихся безопасности, санитарии, пожарной безопасности, в целом безопасности, видеть самую экстремальную ситуацию в любой мелочи. Начальник Лобинского отдела МВД заверил, что со стороны полицейских будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности в праздничный день. Мы совместно с администрацией, с сотрудниками ГИБДД, пожарными подразделениями, то есть МЧС обследовали все территории школ, все соответствуют нормам, где были недостатки, были устранены. Первый сетем, личный состав подзрения ОВД по Лобинскому району переходит на усиленный вариант. С 7 часов заступают на охрану общественного порядка в школу, минимум по 5-6 человек. Также будут обследования, используя экологических собак. Я думаю, что сотрудники полиции и все заинтересованные службы, которые будут принимать участие в охране общественного порядка, справятся с задачами в полном объеме.